Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Евангельские события, евангельское повествование – это такое удивительное пространство, где Слово сообразуется с делом, где все, что проповедует и чему учит Христос, представляется их в таких вот зримых наглядных образах, иногда эти образы выражаются в притчах, иногда и в каких-то событиях евангельской истории, в самих чудесах. И сегодняшнее повествование, призвание к апостольскому служению рыбаков сопрягается с чудом, где это чудо, чудо чудесного улова показывает суть того служения, которое эти рыбаки должны были понести, должны будут понести. Из Евангелия видим, что, скорее всего, Господь с этими рыбаками уже знаком. Ну, по крайней мере, Петр, Симон относятся к нему с большим вниманием и доверием. Иисус Христос приходит на побережье Галилейского озера, его теснит огромная толпа людей, и чтобы иметь возможность быть услышанными всеми, он садится в лодку и отплывает от берега. И толпа, это множество народа, располагается на берегу и его слушает. Лодка эта принадлежит Симону, который закончил свой ночной лов, ловит сетями ночью, когда рыба поднимается к поверхности, чтобы покормиться, а во время дневного зноя, когда рыбу входит на глубину, ловить ее уже бесполезно. И, как говорит Евангелист Лука, рыбаки моют сети, чтобы их просушить. И после этого неудачного лова, когда они в течение ночи не поймали ничего. И вдруг внезапно после проповеди Господь говорит этому Симону, хозяину лодки, давай отплывем от берега и снова начнем трудиться. Тут Симон говорит, называя Иисуса наставником, говорит с высоты своего опыта практического, что это бессмысленно, бесполезно, но, однако, проявляет огромное доверие вот этому человеку, Иисусу, которого он, ну, наверное, едва знает, но, тем не менее, доверяет ему. И они отходят на глубину и действительно получают фантастический улов. Ну, так что две лодки, они, наверное, были подозвать другую, этот улов не вмещали, и лодки начинали тонуть. И Петр в ужасе говорит, выйди от меня, Господи, я знаю, что я человек грешный. На что Господь Иисус Христос говорит, призывает его не бояться, и говорит, что я сделаю тебя ловцами людей. И мы знаем подвиг апостолов, как они прошли всю вселенную, как они несли это слово, как они своим словом уловили. Огромное количество людей. Но этот апостольский подвиг, апостольское несение слова, уловление людей, оно может проходить по-разному. Апостолы шли к людям, города, несли это слово и проповедовали, обращали его к людям. А преподобный Сергий свое поистине апостольское служение совершил совершенно иначе. Апостольское, я не оговорился, служение преподобного Сергия выражается тоже в одном очень таком красивом образном эпизоде его жития. Помните, может быть, преподобный Сергий видит сон. От него отлетает огромная стаи птиц и разлетается повсюду. Действительно, множество людей оказываются вдохновлены подвигом преподобного Сергия. Когда путешествуешь по России, повсюду монастыри, основанные учениками преподобного Сергия. Где-нибудь там на севере в Каргополе, в монастыре Александра Шевенского, или наоборот, на юг от Москвы поедешь в Серпухов, Афанасия Высоцкого монастыря. Повсюду там. Стефана Макричского, Романа Тержачьского, Савга Старожевского. Все эти люди, которые... И действительно, это десятки монастырей. И все эти люди, которые и напрямую у него учились, или были вдохновлены ему подвигом, его традицией. И вот всех этих людей он как-то действительно смог зажечь, смог вдохновить, смог для Господа поймать. И это удивительно, потому что он же к этому не стремился. Он уходит наоборот в леса, в такую русскую пустыню, на горе Маковец. Он создает келью, небольшую церковь. И как-то само собой, любя Бога, не ища славы, он становится для нас, для каждого из нас, вот уже сколько столетий, тем, чем он является. Действительно, таким настоящим апостолом, который являет нам Бога, который ведет нас к прославлению Святой Троицы. И действительно, он создает монастырь, храм, монастырь Святой Троицы. Мы сейчас привыкли, что троицких храмов множество, в Москве, наверное, с десяток. Мы сейчас находимся в храме Пресвятой Троицы. Но это совершенно не характерное посвящение для того времени. Но не создавались тогда храмы Святой Троицы. Тем не менее, именно это посвящение выбирают преподобные Сергии. В начале 20 века личность преподобного Сергия, конечно, всегда почитали, всегда она привлекала огромное внимание. В начале 20 века богословы и историки были вдохновлены образом преподобного Сергия. Была открыта и началась реставрация иконы Святой Троицы ученика преподобного Сергия Радонического Андрея Рублева. И действительно, вот тогда возник вопрос, а почему преподобный Сергий, один из исследователей в 20 веке, как раз и предложил эту формулу, которую иногда преподобному Сергию самому приписывается, чтобы, взирая на образ при Святой Троице, мы побеждали страх перед ненавистной рознью мира сего. Действительно, страх – это то, что разделяет, то, что удаляет человека от Бога, людей между собой, то, что вносит в какое-то разделение в саму человеческую душу. Но, как говорил апостол-евангелист Иоанн Богослов, один из тех рыбаков, о котором мы сегодня читали, совершенная любовь прочь прогоняет страх. Действительно, в образе Святой Троицы мы должны видеть образ любви, образ совершенной любви, совершенного единения, совершенного принятия. Потому что мы знаем, что любая любовь наша земная – это любовь – отражение любви небесной, отражение той любви, которой Отец любит, Сына и Духа. Это отражение той любви, которую имеет Сын к Своему Небесному Отцу и та любовь, которую Он любит, Святого Духа. Это любовь Святого Духа, которую Он имеет как Суе Сыну. И образом этой любви является и наше отношение. Будем жить действительно, взирая на образ Святой Троицы, в этой любви укрепляться и всякий страх гнать от себя. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok